Деда Александровна, вот если бы вы не заметили эту колновитку, тогда бы... В общем, я с нее собрал где-то 20-25 яблочек. Много-то или мало для такого дерева. А сколько ему лет? Я однолетним посадил в 2016 году. То есть, получается... Четыре года. Четыре года. Вот. Оно на Сибирке, у него сдержанный рост. Видите, просто какие. Ну, неплохие приросты. Вот. Вот они. Но я его не собираюсь размножать. У меня просто нет ни сил, ни времени. Что, осталось что-нибудь? Три штучки? Раз, два. Ладно, это, потом... Уже вот тут валялись, я их уже собрал. И уже семечки с некоторых выковырены. Потому что есть желающие этим заниматься с момента семенного размножения. Так? Вот. Самое главное. Ладно. Раз уж вы меня тут тормознули, слушайте сюда. Значит, корневой отводки подвой. Вариантов больше нет. То, чем занимается на юге. То, чем занимается даже в Мичуринске. Эти палки пророчественными корнями. Называются карликовые подвои. Так? Они на большей части России, третьей зоне, практически будут мертвы. И, в общем-то, даже то, что вы показывали, еще год-два и все. Это я вам говорю. Потому что весь процесс я отслеживал. От нуля до, допустим, ведра яблок. Так? И назад. То есть, плодушек больше нет. Но это дерево особое. Вот их несколько. Это из них. Из молодежи лучшее. Так вот. Видите, я ветки не отрезаю. А полагалось, можете представить, когда самые опытные люди говорят. Как? Не получилось колновидку? А ведь это действительно не колновидка. Где вы видите колонну? Мы видим обычное карликовое дерево. Хотя оно действительно колонна. Но колновидность соблюдать невозможно в зонах такого, как сказать, в зонах жестких. У них обязательно вымерзает цветочная почка. У них даже в зиму, вот если вы видели в вашей же фотографии колонн, так, вы видели, что на деревьях листвы нет. Может, это не чисто ваше, а ну там вы со стендов снимали, да? Видно, что со стендов вы фотографии делали. Веток нет, но это осень, их выкапывают. Листьев нет, а верхушка вся в листьях. Вот такое, знаете, бит, смотреть неприятно. То есть, когда ее посадят, верхушка замерзнет. Впереди зима, а она в листьях. Вот, как бы сказать-то. Вот все голо, голо, голо. И вот только вот здесь вот, вот такой пучочек. А дальше ниже все голо. Там я смотрел, как они работают там, в ваших краях. Так, они вот это или ошмыгивают вот так вот, или уже лист опал, но это опасть не может. Она так уходит в зиму. Это свойство всех колонн. Они вызревают. И когда она не вызревает, как у меня происходит? На следующий год вот здесь пойдут ветки. Вот они, почки. Это замерзнет. Вот это вот. И правильно, Сибирь. А вот сюда пойдут ветки. Так вот, их полагается взять и уничтожить. Вот. А теперь представим себе, что я изначально отрезал бы все боковые ветки. Что было бы? Он бы просто замерз. Это бы деревце, это баргузин. Как я его не приучал в Сибири, у меня три мировых рекорда по высоте урожайности и моростойкости. Как бы, но только благодаря Сибиркам. А это запрещено. То есть, перед вами незаконный этот, колоновитка незаконная, испорченная подвоем Сибиркой. Она дала ему моростойкость, мощь, все. Чем этот карлик с искусственными корнями. Корни эти Сибирки, естественно, не замерзают, в отличие от тех. Но караул испортил этот в очередной раз. Вот все, что я хотел сказать. Вопросы есть? Вопросы? Все понятно. Ну ладно, так. Яблочками угощу, они у меня на балконе лежат.